Дежурная группа Вот такая вот монолитная железная конструкция И судя по столбикам, такое ограждение появится от станции Енисея, где есть виадук, и до самого конца Ну конечно плохо сделали, здесь хорошо было Мне тоже сейчас надо будет на работу, я на той стороне работаю, мне удобно было вот так вот, я иду и прямо Здесь появилось объявление, я так понимаю, что это объявление от железной дороги Переход через ЖД пути запрещен, то есть это официальное распоряжение железнодорожников Здесь постоянно давят людей, пожилых, молодых, люди просто относятся к безалаберной железной дороге Мне задавила молодой пацан, доставка еды Вот так же, как на Пашино, так же проход сделан, там же даже выпилены двери, так же спокойно идут, там красные светофоры Если поезд или опасность, они постоянно звенят Так может быть действительно решением должно было стать не полное перекрытие, а новый нормальный и главное безопасный пешеходный переход, который появится через рельсы Ну или строительство еще одного виадука, потому что до станции Енисея идти действительно не близко, да и маломобильные люди вряд ли осилят такую переправу Но я же обещала вам про безопасность Вот собственно здесь, в районе улицы Кольцевой, произошла интересная оказия О ней нам, кстати, рассказал наш коллега Андрей Максимов Ну вот забор, там остановка Ну окей, может там есть переход Да идут перехода, теперь нет Получается, что ни там ничего обойти нельзя, потому что двор перегороженный, они имеют на это право жители Не здесь, люди переходят дорогу, перебегают ее, без всякого пешеходного перехода, в общем-то упираются в стену Много идет пожилых людей, бабушки тут вчера ругались тоже Им не по тротуару, а приходится обходить вон аж куда Ну и в то же время водителям неудобно, видимости нет Сюда заезжали машины и стояли, вот знаете, как парковка Поэтому мы обращались в депутатскую, я лично, как председатель, потому что это моя территория Нам оградили, но вот здесь был, вот проход был специально Я сказала, одну секцию не ставьте, вот, вот этой секции не было Я так понимаю, это в Свердловской районной администрации Решили обновить, потому что несколько секций были погнутые действительно сильно И полностью жахнули? Да, и полностью жахнули Я звонила в администрацию Свердловской районной Мне сказали, Вера Тихоновна, завтра все, все будет сделано Завтра наступило? Ну а теперь серьезно мы обращаемся напрямую к администрации Свердловского района Если пообещали женщине все-таки исправить вот эту вот оказию То, пожалуйста, сделайте это, а мы обязательно вернемся и проверим А теперь история третья о совершенно безалаберной безопасности, которой никто не озаботился Это в сквере Паниковка, вот такая вот яма появилась Награждение, видимо, от сильного ветра улетело И перед нами разверзлась вот такая вот красивая яма Я попробую померить здесь уровень, вот смотрите Ну это прям, прям очень глубоко Очевидно, что здесь меняли какие-то коммуникации Здесь торчит труба, там часть трубы Управление зеленого строительства, которое этот парк Паниковка обслуживает Рассказали, что о ситуации они знают И уже обратились в Свердловский район с просьбой вообще пояснить Кто здесь что раскапывал, какие работы делал и почему оставил вот в таком состоянии А между тем жители сообщили, что сюда уже даже прилетал велосипедист Ведь в вечернее время на этой очень узкой дорожке, скорее всего, мало что видно И можно просто действительно улететь и открыть купальный сезон раньше времени Все, что могу пожелать на исходе этой дежурной группы Будьте в безопасности и внимательны ко всему, что происходит вокруг вас Ну а я напоминаю, что если у вас есть новости Можно их отправить нам по телефону 202-22-22 А также на Viber и WhatsApp прислать видео и фото того, что происходит Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков, дежурная группа новостей Прима Продолжение следует...